Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Вряд ли. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и мы продолжаем проходить... Зайчика, на которого вышла обнова, которую я удачно провтыкал, в связи с тем, что меня задалбывает военкомод с мобилизацией, но ближайшие три недели я буду на месте и буду жить обычной жизнью. Так что, можно пока взяться за то, что я делал, и... И вот, да. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео, а ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании, как сделал этот молодой и чудесный человек, за что ему огромное спасибо. Ну и погнали! Заканчивали мы на том, что Катя где-то пропала. Эпизод четвёртый. Бьём копытом озимь. Бяша подсел к нам, озабоченно кусая губу. Тосок, ты почти в этом сраном лесу зовёт. Вчера ничего странного не видел, да? Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А то на месте Катьки оказались бы мы. Бяша судорожно почесал кадак. Это, я чё сказать хотела, да? Я кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в сколу ссол. Вдруг слышал платье за деревьями. Девчатий. Сечётина? Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не луциноти. Темно, как в злопе. Вдруг это Катька была, а? А главное, вместе таком парсивом на... В бреломе, что неподалёку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю на! Сам слышал! А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Ну и хрен с ней. Слетела контрольная она! Какая трагедия. Как пить так, пацаны? Эта Катька в тайге останала. Почему это так нелепо сейчас прозвучало? А знаете, ты до неё, манья, чела, добрался! Ну-ну таки хорошо! Я вспомнил Катю, такую красивую и такую подлую. Первая девочка в классе, у которой назовисть подружкам, успела округлиться грудь. Первая сплетница, змея и гадина. Беша загибал пальца. Сенечка, Вова, Семён, Катя. Четыре человека, да? Смотри, он считать умеет. Рома хлопнул ладонями по парке. Так, пацаны. Отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Как и Полинку. Пусть у вас... Пусть у вас с ней всё получится. Я и думать забыл, что мне когда-то нравилась Полина. После вчерашней ночи моим мысли занимала лишь одна девочка. Алиса. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручкой в тетради, выводить пики сосен и две крошечные фигурки, летящие между кронами КПО и полной луной. По предвлечьям бежали ордой мурашки и ретивы, заскакивая за шиворот. И было вроде так просто взмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. Кто-то в посёлке был явно к этому причастен. Скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. Рисуешь? Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так дурака валяю. Полина облокотилась на парту. Я уже и забыл, какая она лёгкая и изящная. Словно скрипка. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полина порхает на ветром, как звёзды искрятся со всех сторон, и она удивлённо спрашивает, не сон ли это. А я отвечаю, мол, какая разница. Лицо Полина снова помрачнело. Уже слышал про Катю? Ужасно. Да. Ужасно ещё и то, что Катю мне жалеть сложно. Я правда ищу в себе сострадания, но вспоминаю её поступки и... И хуй бы с ней! Полина покачала головой. Я чудовище, да? Не? Нет, подумал я. Ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал. Но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстрыло меня больше, чем пропажа одноклассницы. Вряд ли. Ноздри словно уловили запах конфет, древесные смолы и фейерверков. Ты потеряла анкету? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. Лес, подумал я, вообразив, как скрюченные ветви поддевают страницы и листают их, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Надеюсь, её найдут. Я не понял, про Катю она говорит или про тетрадку. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Я пригладил волосы удивлённо. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Я подумал о флейте, струя... Струящейся между косматами деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Что ты? Я уже не помню, о чём мы говорили. Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знал, заслуживаю ли такого доверия. А может, погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Оу май! Её волосы каскадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я взлетал без всяких чар к переливающимся звёздам какого-то внутреннего космоса. Конечно! Только давай пойдём через запасной выход. Ну, тот возле спорта... Прячешься от кого-то? Я покосился на порту впереди. Мои товарищи оставили нас вдвоём. Дали время, чтобы я мог спокойно их... Предать? Что? Совесть упелась в душу крошечными зубами. Так это из-за Ромки? Не хочешь, чтобы он узнал? Ты ему нравишься. Сложно не заметить. Но парни всегда забывают о главном. Сначала надо спросить мнение девушки. Зачем? Шутка! Шутка! После уроков у запасного выхода. Я улыбнулся облегчённо. Совесть снова приняла испоедать душу, когда вернувшийся Ромка бросил мне пирожок с брусникой и подмигнул. Ешь! Набирайся сил для нашего спектакля. Но актёр, играющий отрицательную роль, то есть я на спектакль не пришёл. Я отпросился у учительницы за 20 минут до конца алгебры. Соврал, что болит зуб. Спрятался за школьными кустами как преступник. Вскоре появилась полина. Ну? Чё делать-то надо? Эй, я тут! Ты б ещё в сугроб зарылся! Я понимал, что подло пытаясь сидеть на двух стульях, не лишиться поддержки Ромы и тайно завоевать полину. Которая ещё тебе и не нужна вроде как. Интересно, какое стулья вхрустнет подо мной первым? Пойдём скорее. Ну пойдём. Мы зашагали вдоль стадиона. Солнце светило ярко, но не согревало промёрзшую землю. Сумерки затаились в чаще, ожидая нетерпеливо, когда можно будет выползти и поглотить посёлок. Я уже отвык от городского шума. Здесь всегда так тихо. О, а я мечтаю о какафонии. А кака... чё? Моя спутница засмеялась. Какафония — это случайное сочетание звуков. Дедушка учит находить мелодию во всём. Он у тебя философ. Краевед. Был раньше. Он, наверное, классный. Не то слово. Скоро я вас познакомлю. Да, дедушка, в принципе, ещё жил. Ты меня в гости приглашаешь. А ты против? Нет, конечно, нет. Тайком я рассматривал Полину. Она казалась драгоценным камнем, чьи грани переливаются, мерцают, неуловимо меняясь. Что? Спрашивали невинно её смеющиеся глаза. То молча отвечал я. Ты смелый. Мне это нравится. Смелый. Я до сих пор вспоминаю, как ты бабурина осадил. Пустяки. Знаешь, как для девочек важно, чтобы их защищали? Заступиться за тебя — честь. Ой, господи. Ромео недоделанный. Вот, я же говорю. Изъясняешься словами из романов. Это честь для меня, моя госпожа. Ха-ха-ха-ха-ха. Полина захихикала. Я надулся притворно, но не сумел удержаться и тоже улыбнулся. Посёлок выглядел покинутым и каким-то усопшим. Покосившийся штакетник, замысоренные овраги. Летом, наверное, тут зелено и оттого симпатично, но зимой под коркой льда под одеялом снега. Я озирался изредка, чтобы убедиться, не идут ли следом мои... в обоих смыслах преданные друзья. Псы лаяли и гремели цепями за заборами, но резко смолкали, когда мы доходили до следующего дома. Представь, что это призраки цепями звенят. О, я обожаю сказки про призраков. Дедушка часто мне их рассказывает. Она становилась у небольшого, но уютного дома с заснеженной крышей, положа руку на калетку. Положала руку на калетку. Вгляделась в меня, словно хотела залезть в душу. Вот я всё вспоминаю дедушку. Говорю, какой он хороший, заботливый, умный. Но это только половина правды. В последнее время он немного... У деда шиза. Она и сделала паузу, подбирая формулировку. Чудной? Да, пожалуй. Это называется деменция. Стал таким с годами. Так что, ничему не удивляйся. Так точно, ничему не удивляться. Вольно! Мы прошли по расчищенной дорожке к дому. Полина отперла замок. Длинный коридор был полон теней. Дверь хлопнула отрезала нас от шума ветра и остальных уличных звуков. Наступила такая тишина, что я услышал, как стучится сердце Полина. Хотелось накрыть его рукой и ощущать биение ладонью и линиями жизни. А еще за сиську позмахать. Ты всегда так застываешь? Как будто у тебя в голове стоп-кран нажали. Фантазия рисует всякие картинки. А, понимаю. Она и сняла курточку и повесила на крючок. Раздевайся, разувайся. Я пока в комнате приберусь. Дедушка бывает вещи свои оставляет, где попало. Я быстро. Легкая, как бабочка, она упорхнула. Такая же, только стальная, могла порхать у меня в животе уже в обозримом будущем. Я сточил куртку, расшнуровал ботинки. Тонкий скрип достиг уха. Так, шо тут можно осмотреть? Погнали. В этом зеркале все такое резкое и глубокое. Взгляд проваливается. Будто не зеркало, а дверной проем, за которым такая же комната с лыжами и липкими на ощупь обоями. И счетчиком, который к концу месяца почти ничего не накрутил. Словно Полина с дедом вечерами сидит в кромешной темноте. В смысле, откуда ты знаешь? А еще... А? Там кто-то есть? Ёб твою мать! Всего лишь охотничий трофей. Нормаль. А эту картину я знаю, погони ним. Тот, который так круто играл на скрипке, что люди решили, будто он продал душу дьяволу. Портрет нарисовал Николай Фешин. Он был известным художником в Рашке. А после революции уехал в Америку и там тоже прославился. Какие длинные у погони не пальцы. Он еще когда начали сваливать из Рашки. На загнивающий запад. Вот-вот. И взгляд такой пронзительный. Куда он смотрит? Может, и правда продал душу. А полено, интересно, продало бы? Так, что тут еще осмотреть можно? Не понимаю, зачем взрослые такое вешают в доме? Кривые, острые, отростки. Я читал в Йоном Натуралисте, что животным не больно, если спиливают уже отвердевшие рога. Ну, как бы да. И все равно. Это как с резанными ногтями стену заклеить. Тут же что-то ороговевшее, когда-то бывшее частью живого организма. Лыжи-турист. Папа рассказывал, что в детстве сам делал лыжи и палки. И даже лыжную мазь сам изготавливал из пчелиного воска, канифоли и хвойной смолы. Для здешних сорвых зим то, что надо. Но эти лыжи стоят отремонтировать. Скобы крепления совсем истлели. На них какие-то красные пятна. Это просто ржавчина. Так, телефон. Если встать напротив телефона, кажется, что узор на обоих это внимательные глаза. Отсюда, значит, мне звонит Полина. Стоит тут под счетчиком. В сумерках среди теней накручивает на палец шнур. Может, выключателем балуются. То зажигает свет, то гасит и говорит со мной из темноты. Так, стоп. Лыжи. Лыжи я уже осмотрел. Ага, остается это. Открыть. Нихера. Ого, сколько всякого хлама. Как в барахолке старьевщика. Или как на свалке у посел... Посел... Поселково кладбище. Куда сбрасывают искусственные цветы, щепки сгнивших крестов. И грязные ленты с золотистыми словами соболезнований. Почему мне кажется, что дед Полину приволок все это с кладбищенской помойки? Там ведь не бывает детских икрушек или бобна, как в книжке про северных шаманов. А это... Ну, я вроде осмотрел все, что было. О-о-о-о... Да... Подождать. Снимая обувь, я смотрел... Посмотрел вглубь дома. Полумрак маскировал в... Поворот в конце коридора. Что-то двигалось ко мне, волочаясь на... Порасохшимся доскам. Доскам. Скрип нарастал. Я поймал себя на том, что отступаю к дверям. Полина! Эх, как дед вкатился в кадр. Из-за угла выкатилось инвалидное кресло. Кряжистый старик выплыл из темноты. Ты должно быть одноклассник моей Полли? Да, Антон Петров. Рукопожатие было на удивление крепким. Очень приятно, очень. Бля, вот эта улыбка доброжелательная. Просто пиздец. А я Харитон. Греческое имя, значит, щедрый. А еще я слышал хорошую фразу, залил Харитон. А твое имя, знаешь, что обозначает? Нет. Никогда не задумывался. От латинского антео. Тот, кто вступает в бой. Нихуя ты, Дамблдор. Хм. Оказывается, у моего имени смелые корни. А Полина? Полина французского происхождения. Ай, бля. Если не ошибаюсь, солнечная. Ну, конечно. Солнце, манящая Франция, небо над Парижем. Это все про полену. Вы так много знаете об именах. Я каждой своей кукле особенное имя давал. Что? Дед, это что было такое? Хм. А вот что это такое было? Думаю, будем узнавать уже в следующий раз. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok